Наверняка, что многие из нас слышали такое выражение, как «сгорел на работе». Конечно, слышали о чём речь. Да, это психологическое состояние, которое вообще, наверное, больше подходит тем людям, которые живут и проживают, трудятся в мегаполисе. А между тем, это ведь не просто крылатое выражение после того, когда человек много работает и остаётся практически без сил. Это вполне реальная психологическая проблема, которая называется синдромом выгорания. И сегодня мы поговорим о том, как распознать и избавиться от данного синдрома. И в этом нам поможет разобраться Матрёна Борисовна Сыровацкая, психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодёжи. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Матрёна Борисовна, как можно для начала вообще характеризовать понятие синдром выгорания? Ну, профессиональное выгорание – это синдром хронического стресса, понижающие эмоциональные и личностные ресурсы работающего человека. То есть эта профессия связана, во-первых, с работой с людьми. Люди у нас разные бывают, и поэтому бывает там много стрессовых ситуаций. Вот имеет всё-таки значение, ну, профессия, помимо того, что вот не только работа там с людьми, вот, а если мы с людьми не работаем, может ли такой человек тоже попасть в такую категорию? Да, может. Ещё, как, например, выявить, да, вот, симптомы профессионального выгорания? Это, может, вот, физическое, да, какие-то вот головные боли, например, да, умственные, да, вот это снижение работоспособности, эмоциональные, то есть мы не можем контролировать свои эмоции, например, да. Да, также социальные, то есть постоянные какие-то конфликты с окружающими людьми. И ещё делят профессиональное выгорание на несколько стадий. Первая стадия – это у нас получается, то есть работник работает, то есть получает удовольствие, но уже от каких-то заданий, да, профессиональных, он как бы находится в стрессовом состоянии. Вторая стадия – это уже у нас идёт апатия, снижение работоспособности, да, сон нарушается, да. Следующая стадия – это у нас идёт, как бы, развитие хронических болезней. И последняя стадия – это уже симптомы всех вот этих эмоциональных и профессиональных выгораний. Ну, как всё-таки не допустить, скажем так, свой организм, чтобы там, не дай бог, под последнюю какую-то стадию… Ну, вообще, да, когда человек работает, он всё время говорит, ну, про себя, да, должен. То есть я должен работать, должен там воспитывать семью, должен там обеспечить себя, да. Это уже как бы мозговая деятельность получается. А это внутриличностное – это моё хочу. А я сама что хочу, например, да, это какая-то моя потребность в чём. Вот, у человека должно быть такое, вот, то есть компенсация. То есть я должна работаю, а ещё хочу вот работать именно над своей мечтой, например, да, заняться спортом, да, заняться собой, например, уделить именно время для себя. Ну, что влечёт за собой, если человек доведёт себя до последней стадии? Чем это чревато? Да. Если человек, например, да, не справляется с данной ситуацией, например, он может обращаться к психологу, например, да, или к врачу, например, да, помочь данной ситуации. А что влечёт, конечно, человек уже потеряет работу, например, доверие к окружающим людям, да, то есть всё время в стрессовом ситуации. Ну, а синдромом выгорания могут ли страдать люди, которым нравится своя работа, от которой они фанатеют? Или чаще? Могут, могут, потому что человек всё время находится в обязанности, должен, да, чрезмерные работы, конечно, человек может выгорать профессионально. То, что мы по телевизору периодически видим в западных странах, вот я думаю, это, наверное, как раз-таки речь о профессиональном выгорании. Сотрудник офиса был хорошим работником, семьянином, что-то всё делал, ходил на работу, и потом в один прекрасный момент начинает творить какие-то необычные вещи, абсолютно необычные вещи. То есть, я не знаю, там, стреляют в прохожих даже вплоть, ну, в западных странах это актуально на самом деле. Вот это вот и есть профессиональное выгорание, вот он перерабатывает? Ну, это многие факторы могут, не только профессиональное выгорание, ну, и каких-то личностных тоже могут быть. Ну, а профилактика какая существует, вот помимо того, что вообще нужно делать, а если вот в течение рабочего дня какие-то есть ещё тоже? Ну, в течение рабочего дня это обязательно такие минутные, скажем, да, пятиминутные отдыхи, нет, например, не перекур, да, а, например, те моменты, где человек получает удовольствие. То есть мозг отдыхает немножко от бытовых каких-то проблем. То есть, например, релаксация может, визуализация, не социальная сеть, да, социальная сеть тоже долго сидеть, это тоже напрягает мозг. Поэтому желательно, чтобы человек, например, для себя какую-то картинку создать или создать какой-то коллаж, чтобы человек, когда смотрел вот это, да, он от этого получал удовольствие. То есть всё лучше, в принципе, получается уйти в свой мир, наверное, как бы, ну, насладиться тем, что приносит нам радость, пользу нашему организму. Не забывайте о себе, да, заниматься собой побольше, не только работой. Матрёна Борисовна, спасибо, что пришли к нам этим утром. Матрёна Борисовна, спасибо.